Всем привет! Меня зовут Мария. Сегодня я хочу вам показать обзор, так скажем, моих подарков на день рождения, который совершила сама себе, который мне, наверное, дал деньги муж, который мне подарила моя подруга, который мне подарили девочки деньги со скраб-клуба. Я, в общем, всего подряд на заказала. Заказала на сумку. Ткань весьма неплохая. Такой плотный лен. Единственное, здесь замочки. Поворот не очень хорошо. Одной рукой, короче, не растернешь. Здесь внутри плотная ленка. Здесь один ромашек. Плюс ее в том, что ее можно делать как рюкзачок. Вот эту ленку можно цеплять за вот эту петельку. Он реально как рюкзак. Вообще клево. Дальше. Я решила заказать себе ножницы. Я так намучилась с тканью. Когда цветочки вырезаешь, когда... Ну, в общем, какие-то тканевые элементы порежут. У меня вот эти ножницы. Ну, они вот толстоваты. Это икеевские ножницы. Эти. Палец за пальцем засунул и вообще хрен высунешь. И, не знаю, маленькие что ли. Решила вот девчонки. Лена Босс хвалила вот эти. У них кольца немножко побольше. То есть, режут хорошо. Ткань пробовала резать, режут хорошо. В общем, посмотрим, как они себя поведут. Как они себя зарекомендуют. Дальше взяла вот эти. Зигзагом. Потому что тоже замучилась резать ткань необычными ножницами. Крови сыпется. Просто невозможно. Тут 3 или 5 миллиметров шаг зубчиков. Единственно, плохо режут эту. Трикотаж. У меня была старая майка. Я ее с собой, собственно, взяла в фонг выдачи, чтобы проверить. И оно там ее как бы покромсало. Но поскольку трикотаж я не намереваюсь с ними резать. Поэтому, думаю, вполне они мне изгодятся. Так. Дальше это выпросить. Дальше заказала вот такую хлопковую. Так. А дальше давайте посмотрим, наверное, Алиэкспресс. Хлопковую ленту сантиметровую. До 20 ее начинается заново. Разметка коричневая такая нежная. нежного цвета. В общем, с добавлением в моей коробке цветами, которые просто уже не влезают. Так. Вот что у меня тут. Вот битком надо найти коробку побольше. Вот, вот она жадность. Посмотрите, я тоже заказала. Вот ведь клуша. 90 рублей стоила. Но надо придется дарить кому-то. Еще я кому-то в подарки оставляла, да? Если бы я еще с кем-то так сильно общалась, то можно было что-то подарить. Дальше. Это я взяла на озоне. Штука для даббера. У нее здесь тряпочная такая пумпочка. Внутри металлический шарик. Ну и вот коричок придется вытащить. Чтобы заменить даббер, потому что мой дурацкий даббер, который от Тимак Хольц, блин, выскакивает вот это хрен. Вот, вот она. Вот это в этом соединении. Она просто пил и отскочила. Короче, вот для этого я заказала. Так, дальше, дальше, что у нас? Дела вот такие... Что это называется? Билетики, наверное, какие-то. А, это, скорее всего, наклейки, да? Наклеечки. Нужно понаклеивать, можно не наклеивать. В общем, разные всякие. В целом, ничего. Разного цвета. Не знаю, стоит ли их клеить на что-то плотное или прям так на этой же основе и подкладывать. Не умею особо. Дальше это все ножи, ножи, ножи. Так, а, и вот все. Заказала календари. Это, возможно, по наводке Оли Капуновой или у кого-то девочек из чата с Оли Капуновой на кальки и прозрачные наклеечки. Тут, получается, ты выделяешь какой день недели. Поддельный, вторник, среди, четверо, четверо, пятнадцатого, воскресенье по-английски. И выбираешь. Есть он пуст, и что-то сам можно написать. Праздники выделены, конечно, интересно. Первое января. Второе феврале, я не знаю, почему второе, третий март, четверо, а, четверо, 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 пятый мая? Нет. вот они по порядку, да? 9, 10, 15, 12. Все понятно. Я думала, есть какая-то взаимосвязь. Оказывается, нет. Вот. Дальше. Дальше я взяла кисти. Заказала целую кучу, потому что мои после Оксани уроков становятся просто непригодными. Вот они так и стрекаются, и красить им невозможно. Короче, я решила заказать. Сперва, естественно, взяла кисти для бровей. Пришло. Полная фигня. Они очень короткие. Вот такие мини-пусечки. Сколько тут? Миллиметра три? Вот это вообще миллиметры. Ну да, два-три. Вот это карапешок прям. Ну вот их по две штучки. Ну не знаю. И потом увидела вот эти. Попышнее щетинка. Вот из этих двух вот это самое набитое получает. Вот это можно расплющить. Я прям безжалостно это делаю. Всегда. Тоже плотненько. Нужно спушить, конечно, к странам. Вот. И потом не попался на бортик. Здесь тоже такие кисточки. Но у них несколько странная щетина. Она какая-то какая-то там. Особенно на вот этих. Овощи беспонтовые. Вот. Думаю, зайдут. Круглые не знаю, конечно. Нужные, не нужные. Я всегда расплескиваю. Расплескиваю. Дальше. Дальше. Симоленд. Симоленда для высочек. Для вырубки. Не хочу мне ее хранить. Она у меня лежит в дурацких файликах от дисков. Сидите в виде дисков. В пакетиках там, не знаю. Мне неудобно. И которые здесь тоже не очень удобны. Еще одна должна быть. Нашла файлики для листов для паспорта на Симоленде. Вот. Попробую. Они вроде плотненькие такие, в принципе. Ну, поскольку я не соберусь, что кого с ними делать, да? Мне, думаю, вполне сойдет. Вот. Дальше. Вот, по-моему, я заказывала. Это я со скрабмана. Со скраб... Да, со скрабмана привезла. Там были в Петербурге. Их даже не этот. Это тоже какая-то закупка была. Дальше. Ножи. А вот сейчас... Потому что я на папин альбом извела все вот эти магнитики. И вот досыпила. А то оно, как обычно, все исчезает на этом все магнитиках. Только что ты найдешь, только не все исчезает. Приступим к ножам. Здесь было несколько приходов. Как сильно я намучилась. Опять-таки, конечно, дико извиняюсь. Там, перед геатом, мимикатом и всеми прочими. Но у вас цены просто невероятно дорогие. И, естественно, я считаю, но ножи не стоят столько, чтобы там кто не говорит. В общем, заказала. Это, по-моему, аналог от... Зависла, потому что, вот смотрите, вот это наш садик. Вот он. И вот он, вот он, вот он, вот этот наш садик. А вот по этой дорожке мы идем к садику. И смотрите, что они там творят. У нас нету пеше... От нашего дома к садику нету дороги. Мы просто идем либо по дороге прямо, либо вот по грязи. Но грязь уже натоптались за столько лет. Что нам, слава богу, приходилось сходить хотя бы по натоптанной тропе. Теперь они там что-то делают. Я надеюсь, хотя бы плиты положат. Потому что, сколько я не звонила в администрацию, они сказали, что она там не положена, пешеходная дорожка. Представляете? Как хотите, так и ходите. Свой дурацкий, типа, садик. Так, что-то я тут натыкала. Один единичку нажму. Продолжим. Так, перемешивается. Продолжим. Стабы от Экопейпер. Оля Каплунова так клево использует. Ну, она, конечно, использует вырезанные из бумаги. У нее, какой-то набор был. Там они были цветные. В общем, клевые. Мне понравилось. Думаю, закажу. Здесь мне пришло... А, сюда я хотела положить клубничные листики. Вот сейчас мы их найдем. Клубничные листики. Ладно, потом найдем. Вот они. Вырезаются отлично. Предлагаю, что это она вот хампинга. Они там крошечные. Они там крошечные. Это такой же в скрабмании. Маленький. Таких молитв, конечно. Вот он, это вот такой. И он такой в скрабмании. Я свою клубничку делала скрабманиевским ножом. И тут заказала, так скажем, до кучи. Чтобы был. Так, убираем. Сюда. Дальше. Восерёк. Восерёк. Вчера склеила. Рубит на ура. Вчера сделала восерёки. Немножко пораскушить, распрямить. Ммм? Краска. Щеклаз. Так, посерёк. Готов. Здесь граммофон. Сюда как звать. Сюда открывается. В общем, прикольная штука. Это всё делает дырки. Так. Дальше цветы. Это чё это лежит? Это фиалки я заказывала в Лагиарче. Оригинальные. Рубятся тоже на уран. Почему я их тут положила? Чтобы вниз, наверное, положить вот эти. Кто-нибудь. Хлопцы, не хлопцы. Тоже рубятся отлично. Резут сюда. Вот. Далее. Вот эти с этих гортензий. Тоже всё рубится отлично. Данный пакетик от них. Какая-то новинка от Фэнтези. Такие привулики. Классные. Надо попробовать, кстати, сделать что-нибудь. И вот эти. Попробую снова. Из носителей. Они тоже такие древенькие. Все классные. Дальше. Здесь что? Здесь мне пришёл нож. Вот. А, фиалка тут. Нож фиалочки. Листики. Не знаю, надо вместе с цветочками ложить или не стоит. Не буду, скорее всего. Служит вместе с... Кто в этом не был. И помея какая-то. Я предполагаю, что буду делать иную фиалку. Но с такой малюсенькой. В общем, заказала фиалку саму на Респрессе. Разделала заказ. Дальше это, кто не знаю, ирис, возможно, какой-нибудь. Это выберется отлично. Чешелистики. Мелкие. И вот это моё огорчение не рубится от слова совсем. Открылась пор, мне вернули деньги. На бумаге рубит. То есть, вполне способна. Но ткань почему-то нет. Я думала заказать серебряно, а потом думала, господи, ну я ещё к нам буду делать эти березовые эти. Не хочу, не буду. Решила, не закажешь, ну ладно. Из бумаги сойдёт сделать, а из ткани. Оксана нам, конечно, показала круглую технику. Хочу вам показать подорожники. Это Оксана. Это просто чудо, не человек. Вот так вот, смотрите. Вы только посмотрите. Какая класс. Вообще огонь. Берёзка, поскольку он меня не рубил, я не стала просто мучиться. Думаю, идти в помню. Дальше заказала вот эти у меня первые лички. Ну, на всякий случай. Тоже рубится хорошо. Туда-обратно. Оксана. Чтобы быть. Дальше я взяла. Это всё остальное, наверное, мимикат. Что-то мимикат, что-то не мимикат. Примочная скважина, по-моему, из скрапмана. От скрапа, то есть. В общем, завершила взять для эмбоссинга. Лена Григорова делает эти зубовые, ну, как и для слоёв, эмбоссинга на кальке, на крафте. В общем, я решила взять. Попробовать, что получится. Самое максимальное для меня показали, кстати, картинги. И по цене, и по листочке. Вроде как неплохие. Не знаю, буду ли, не буду ли им пользоваться. Вот, с точки простые и красиво. Так, всё. Дальше такое. Несколько другие ножи. Что не отпускало меня это окно. В разе 1250, или сколько оно там стоит, уж извините. В 450 рублей он выходит на Алиэкспрессе. С доставкой. Вот, красавец какой. Не знаю, какие должны быть размеры. Окно вроде 50 и ровное. Углы под 90 градусов. Да. Почему я говорю про это? Потому что, например, вот это. Оно вот не никак. Дорогие карточки. Ножницы вот эту такую мелочуку не стала вырубать. Катушка всё подрубилась. Это тоже всё подрубилось. Единственное, не знаю. Вот, видите, остаётся кант от вот этого и... Не помни, да? И эта штука не прямоугольная. Не видать её, как скопировали. Какой-то угол. А, вот же видно. Вот, смотрите. Видите? Я представляю, что он должно быть прямоугольным. А оно кривое. Вообще кривое. Даже вот видно визуально. Короче, тоже открыла спор. Вернула 300 рублей с этого ножа. Тоже стоит какие-то 450. Вот 300 рублей за большие ножи я вернула. Дальше встретились мне вот эти рамочки. Что могу по-нибудь сказать. Это типа пяльца. Вырубила все элементы и вот эти крепления. Из упаковки от печенек каких-то. В общем, получается... Что-то даже прикольно. Тоже вал. Его размер. Так, размеры валов. 12. То есть я это предполагала, чтобы отбрать под фотографию. Здесь получается уходка по высоте 12. Можно положить. На 9,5. Если делать в... Ну, как... Как я делаю, планирую делать. Макеты. Фотография 10 на 15. Буду вырезать. То есть рамка останется 10 на 15. Я же сама их делаю. И наличниками авиарта я заклеиваю. Вручную прочерчиваешь. Сделаю макет. Вот этот вырываешь. Это будет лежать сверху. Блин, а будет красиво? Нет? Видите, это неплоха. Ну, в общем, подумать. Вот этот вот деревянный контур. Видите? Про... Как это называется? Тиснение. Очень клевое. В общем, такая идея была, что буду так сверху ложить. И будет... Ну, клево. Нет? А еще сейчас увидела Оле. Опять-таки она делает так классно. Рамки прямо сверху на фотографии. Как бы акцентируем. Они на... Фотографии приклеивают полностью. Делают рамку. И типа акцентируют внимание на том, что в рамке. Вот так классно выглядит. Какие красивые люди раньше были. Красивые фотографии. Красивые люди. Наши фотки. Миллион фотографий. И вы даже ничего. В общем, для этих целей я это купила. Дальше опять удачное... Ну, никак. Не хотят они сделать тоже. По-моему, я не смогла открыть спор. Миллион кружочков получается. Не хотят они ни в какую. Получается много разных кружочков. А не рамок. Это надо брать. Причем это такая тема, только с кругами. Уже второй раз я заказываю, второй раз такая фигня. Дальше, дальше, дальше. Что тут покатать? Впервые хочется вот эти штуки. Зачем они мне были нужны? Из-за колдов для фото. Но они такие крошечные, что я очень сомневаюсь. Теперь вот здесь геотек. Сердечки, вот эти всякие табики. Это бумажного змея, наверное. Такой тег. Что-то не знаю, что это за пимпочка такая классная. Микрофотоаппаратик. И вот они уголочки. Тоже все микро. Это я предполагаю, что аналог фэнтези. По-моему, у меня случайно совершенно не спалось. Ничего я не искала. Так. Как-то выглядит это... Наверное, типа такого. Зачем три прорези? Первого краблика хочу... Вот эти уголки они там покрупнее. Такие прям... Ну, край тонкий вроде. Надо сравнить. Надо сравнить. Кинопленка. Тоже. Не помню, чья. Не знаю, чья. Может быть, этот с красным. Скорее всего. Вот эти кто-то дожимы, типа... Копчик-кок. Прикольно. Ее вещь. Так. Билетики. Два набора. Штампы кто-то я мне запотвела. Ну, не знаю, почему я могу снизу. Вот, берите, чтобы вырезать. Вот что такое? Марочка. Сир. Вот, шокеровный, классный. И размер хороший. Дальше. Дальше. Печатаем машинку. Куда-то вставать. Вот листик. Прикольно. Мне казалось, что там было вставлено прям. Финяк какой-то. Я думала, он-то целиком дыркал, но не прорубилась целиком. Не прорубается. Так что. Так, стульчики, бачка. Так, давайте. Стульчики, чашечки. Естественно, опять-таки, по наводке Оли поплановый. Решила взять эти стульчики. Что-то я хочу сказать. А, нет. Все хорошо. Что-то мне денег понравилось. Что мы его с ногами. Не когда пихала. Так. И вот эта чашечка. С чайничком, с тарелочкой. Ну, просто милота. Сама сейчас, сама смотрю. Кстати, где-то у меня такая посуда есть от Scrap Mania. Что-то мне кажется, что они прям похожи. Ну-ка, сейчас поищу. Так. Так. Ну, рисунок почти такой же. Короче, это один сервис будет. Есть еще, получается, молочник и чашечка. Не будет все лежать вот здесь. Конвертики с посудой. Далее. Стульчики убираю. Облака. Облака от Fantasy. Серединка вырубается с прошивкой. И контуры. Тут у нас была домашка в школе стампинга. Надо было обыграть персонажа. Короче, блин, малыш. Все это, что он в воздухе парит. Типа нельзя, что персонаж парит в воздухе. Надо заземлять. Вот всегда, как... Кто же мне это сказал? Все, наверное, учителя говорят. Это Лена Грекерова и в школе стампинга. И он спит. И, короче, решил нарубить яблочко. Ну, вроде, не знаю, что скажет. А здесь сидит на горке камушков, да? Попой свою. Так, дальше переходим к левым растениям. Которые не запечатаны вообще будем иметь ни чашечки, ни растений. Но это воля Каплунова. Видите, к левой чашечки? У них идут вот такие... Видите, видать, да? Вот такие цветочки, желудки. А, желудки, микроветочки. В общем, захотелось, но... И давайте все. Гриболики. Грибы кирсово. Не помню. Просто, может быть, не чайные. Нет, наверное, скраб. Скрабман. Вот такие тройняшки. Тоже такая странная страфика. Вдруг нарисовавшиеся у меня грибам, которые, в принципе, же не было никогда особо любви. Вот. Дальше. Это, наверное, один Микат. Идет кто это? Черт и волох. Да? Нет? И, может, я коровка. Ну, нет, я пихала. Потом вот эти вертелы. Тоже понятия не имею, чьи они. Ну, если это, наверное, Мимикат. Это что за растение? Кленовые, нет? Вертушки. Ну, вообще, какой-то. Только в дизайнеры их испортят. Их работа просто, просто потрясающая. Вот эти вот веточки с ягодками. Дальше. Подорожник, скорее. Ой. Одуванчик. И кто это? Пижма, нет? Или на пижму похоже? Познакомившись с Оксаной Иваниной, с которым мы делаем цветы, я стала знать цветы. Прямо еду по улице. У нас даже до шестого горошка растет. У нас в Нижневарке всегда растет до шестого горошка. Представляете? Так, это клевый горошек от Скрапмана. Вообще. Просто красавец. И всякая еда. И думаю, овощи. Вот. И не как. Огурчик. Пожалуйста. Брокори. Репка, наверное, или свекла. Естественно, потрясающий горошек. И огурчики. Такие клевые. Вообще класс. Это я все увидела. Вот, как и новый. Так можно было пройти мимо. Невозможно. Так говорит она сама. Невозможная красота. Так. Негатива решила сохранить. Может, джам какой-нибудь. Это микроколечко. Вот этого набора от Скраппити. Вот она. Вот эти ребята. Мне понравились. У меня нету, потому что никаких. Вообще детских, смотри, власть и ничего нету. Вот тут я их увидела. Блин. И такие прелестные. Зайка, динозаврик, мишка. Левушка с поднятой лапой держит его. Вот. Барашек. И жирафик. Вообще класс. Просто прелесть. Не знаю, есть ли у меня, кстати, конвертик с детской темой. Вроде как я заводила. Ну, а это оказалось микро. Я еще подумала, странно стоит 60 всего рублей. Здесь идет улитка. И микро-грегулики. То, что они кровые, конечно, никто не отменяет. Глиткин домик. И другая улитка. Ну, это просто микро. У меня даже пальцы так не сгибаются, чтобы это ухватить. Вот это я взяла из-за длинных листиков. В надежде, что они мне подойдут для урока по, наверное, Василькам. И еще какой-то урок был с Оксаны. Но не тут-то было. Они делают прорези. Но все равно я смогла вырубить из ткани. И так смотрится опрятненько. Ткань плотная, не порвалась, ничего. Что можно использовать. Эти жонтики ничего я не использовала. Не знаю, где они у меня. Часто из листиков брала. Это все, чтобы не делать заказ в Фэнтези. Потому что Оксана делала из ножа Фэнтези. Я туда полезла. Естественно, накидала огромную-огромную корзину. Но решила, не стоит. Дальше покажу мох. Который был также заказан. Ну, в августе. Вот такой темно-зеленый, слава Береса. И вот такой, светло-зеленый. А это было заказано с... Симолэнда. И вот этот, кстати говоря, наиболее натуральный цвет, чем эти два. Надо ждать. Вот он пахнет так странно. Очень странно пахнет. Ну и далее. Подарок моей любимой подружечке. Так, продолжим. Привал мне звонок. Моя подруга. Короче. Я же занимаюсь скраббокингом. Естественно, как она могла тоже не принять в этом участие. И она сказала дочи. Мне нужна открытка. Подарочный сертификат. Без ламинации никуда. Чтоб было все заламинировано. И вот так они оформили. Представляете? Вообще класс. Что же я там набрала? Взяла кружево. Вот такое оно клювенькое. Там такие палочки. Должны рваться. Оно хлопковое. Красивое такое. И естественно, я заказала у них целый релиз. Их новый, потрясающий просто релиз. Вы посмотрите. Как можно было пройти мимо? Так. Я еще ничего не порубала. Я уверена, что будет рубиться все замечательно. А, нет. Единственное, я прорубила рамочку. Потому что мне показалось на ноже. Где-то вот так вот. Есть сосечка. Типа отсутствия режущей поверхности. Я напугала. И мне это надо прорубить. Но рубится все отлично. У меня вроде есть их прямоугольная и круглая рамочка. Должна быть. Я точно, по крайней мере, заказывала. Грибулики. Вот эти потрясные. Ягодки. Терешенька. Вишенка. И клубнички. Естественно, так без морских жителей. Ни одной морской работы у меня не сделано. Но... Это просто красота. И еще грибы. Девчонки штамбовали. Все должно быть супер. Класс. И вот эти. Они немножко должны быть разного размера. Тем, где два. Что у меня есть. Короче, добавлю. Куда будем пользоваться. Потому что листики клевенькие. И так же взяла вот эти в серединке. Потому что с такими классными полосочками у меня нет. Вот это супер. И они разного размера. Прям классные. Единственное, конечно, что меня смутило. Я заказала кучу целых ножей. Почему всем девочкам ложат в подарок нож? Мне положили этот зубик. Почему? Зачем? Потому что я использовала сертификат. Это же тоже деньги. Короче, блин, мне обидно. Всем ложат ножи. А мне положили зуб. В общем, вот. На этом, пожалуй, всё. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok